В 2018 году Павел Першин разработал проект «Эпицентр современного досуга» как изолированный слой для нашего города. За основу молодой человек взял платформу «Умный город». На интерактивную карту он нанес места досуга. Еще тогда Павел задумывался о переводе своего приложения в онлайн-формат, чтобы оно было доступно каждому саровчанину. И вот спустя два года мечта Павла сбылась. Это мобильное приложение, да, то есть прототип мы разработали, где все по категориям разбиты, все мероприятия, и человек может спокойно увидеть на карте, где он находится и где находятся мероприятия поблизости. В реализации проекта Павлу помогла его команда «Эпицентр». В нее вошли пять человек. Чтобы попасть в финал конкурса, ребятам за два дня предстояло создать программную оболочку для приложения и представить ее членам жюри. В онлайн-хакатоне цифровой форсаж атомных городов за победу боролось 60 команд в трех номинациях – муниципальное управление, малое и среднее предпринимательство и городские сообщества. По итогам отборочных туров в каждой осталось пять групп. И уже им предстояло побороться за призовые места. Команда Павла стала третьей своей номинации. Ну, если честно, конечно, было немножко обидно, когда оглашали результаты. Но это конкурс, это объективная оценка жюри. Мы как можем спориться. Много достойных работ было и интересно было смотреть на их работы. Ну, естественно, всегда желаешь, чтобы твоя работа заняла первое место. Ну, в следующий раз будет лучше. В планах у Павла Першина продолжать развивать свой проект и плотно сотрудничать с администрацией Сарова, чтобы его приложением могли пользоваться все горожане. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.